МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии и працуе Светлана Князева, глядите уготым выпуском. Нарожение от воды и духа православные верники означают водо хрышем. Не просто профессия, а призвание сегодня у Беларуси означают «День воротовальника». Свята на свежем поветре Гомельская лыжня 2019 собрала аматоров активного отпочинку. Усё у шоколадзе у музея Гомельского палацово-паркового ансамбля открылась выстава, присвеченная мастацтву шоколадзе. А зараз об этом и иншим – больше подробязным. Нарожение от воды и духа православные верники отзначали одно из наиважнейших хрысиянских святов – водо хрышча. На баженствы пройшли у храмах и церквах Гомельской области. У делу их приняли тысячи же хоров региону. У Тымлику и наша здымочная группа. У дворы кафедрального Петропавловского собора на водо хрышча за всё дышмат людном. Но в этот день православные хрыстяне вспоминают евангельскую падею – хрышчение Иисуса Христа ураце и ордан. Личится, что освеченная на водо хрышча вода набывая гаючая уластивостей, заховывая их на долгий час. У Гомеля сотни верников пришли, как набрать освеченной воды. И именно в этот день, почему вот наберешь, в любой день набираешь, и чистая вода там, с крана или где-то, она испортится или ещё что-то. А это может стоять и годы, и больше. Она имеет божественную силу, она оздоравливает, помогает верить в Бога и во всё хорошее. Это очень святой праздник, очень святой праздник. Это же крестит нашего Иисуса Христа, который даёт жизнь, продолжение жизни. Это самое главное. Святочные набоженства сегодня проходили во всех храмах и церквах Гомельской области. После службы у Кафедральном соборе святых Петра и Паула верники разом со святарами прошли хрестным ходом по киевским спуску до набережной Сожа. Узначали у шести архиепископ, гомельский и жлобинский Стефан. Уладыка святил в аду у Иордании. И сегодня мы с вами освящаем воду, воду особую, воду для жизни вечной, чтобы человек, принимая её и пользуясь ей, имел духовные богатства, имел глубокую веру, имел крепкое здравие, имел в своём сердце любовь к ближним. И эта любовь, божественная, побеждающая всё, будет приносить человеку радость. Радость ему, радость его семье, радость и мир в нашем государстве. После освящения гомельчане начали окунаться у водохрещенскую полонку. Дорэча на дворе сприяла водным процедурам. Яркое солнце и комфортный минус. Я бы не сказал, что холодное, так лёгкое покалывание. Я уже не первый раз ныряю, мне это нравится. Я никогда не болею. Ну и желаю всем здоровья. Дорэча, как зимовое купание не пошкодило здоровью, для полонок дяжурили медики и воротовальники. Согреться можно было у специально усталеванных палатках. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. Знайсти кропки росту у каждом регионе и вызначить, як я не буду цеплывать на экономику краины. Депутаты Совета Республики провели у Чачерску выездное посаджение. С чем звернулись мясовые жахары и какие задачи стоять перед районами, расскажет Настасья Кучинская. Чачерский район – классичная белорусская глыбинка, аграрный край. Во всех справоздачах и пироликах завышай на посередине. Да також Чернобыльский. Але такие районы – своясабливый индикатор вектору державной политики. Да, он находится в Гомельской области, в глубинке, Чернобыльский район. Но все дело в том, что у нас очень хорошо развивается район, развиваются наши предприятия, в том числе и сельхозпредприятия. Поэтому о нас должны знать. Каплепш познайомиться с мясовым житем, депутатский десант разыся родился по всем районе. У самим Чачерску прием правил старшиня постоянной комиссии, Совета Республики по региональной политике и мясовым самокеровании Александр Папкоу. Для этого звернулся галонный урач районной больницы Андрей Тбанько. Хвалюющее пытание находится у законодавшей плоскости. По дейвшим законе некоторые супрацовники больниц, например, галонный бухгалтер, позбавлены особных выплат на дадзенных иншим специалистам на потерпелых территориях. Галонный урач лечить гэта несправедливым справу робим. Одну, а отрымливаем по-розному. Они должны вернуть выплаченную им сумму в размере 200 базовых величин. Плюс 1 января мы с ними уже не заключаем, то есть контракт заключаем, но им не положены доплаты по контракту. И получается парадокс. Главный бухгалтер, на котором вся ответственность лежит, получает зарплату меньше, чем обычный рядовой специалист. Александр Папкоу побеется разобраться о проблеме, тем более, что ситуация актуальная для усилд шарнобыльских районов. Приемы депутаты Совета Республики провели во усилий в сельсоветах района с воротов Булони-Ашмат. На прием никто не пришел. Я спросил, почему. Неужели никаких проблем нет? Оказывается, нету. Оказывается, и в школе, и в здравоохранении, и за каждым человеком, кто там находится, есть определенный уход за пожилыми людьми. Уражениями об убаженном члены постоянной комиссии по региональной политике и мясовым самокеровании делятся на посяжение. Тут же размова про стратегичные планы краины. Перед Беларусью стоит задача до 2025 года – подвоить воловый внутренний продукт. В этой ситуации важно знайсти кропки роста у каждом регионе и вызначить, как и они будут уплывать на формирование волового внутреннего продукта. Мы сегодня занимаемся всем, а нам надо формировать, во-первых, новую продукцию, нам надо формировать экономику, нам надо формировать сегодня то, что будет определять будущее – и заработную плату, и пенсию, и, конечно, надо создавать новые рабочие места. Самой приемной часткой депутатского визита у Чаширский район стало наведывание детяшей юнацкой спортивной школы. Тут займаются больше за 300 хлопчиков и девчонок – футболисты, атлеты, плыуцы, баскетболисты, дзюдоисты. У себя дома башат себе у будущим профессийными спортсменами. Тренируемся каждый день, после этого играем в двухсторонку, и мы растем, хотим стать все профессионными футболистами. Кабметы стали ближе и корыстные подарунки от депутатов. Тут и тренажеры, кимоно и инший спортинвентар. До речи, эта встреча стала одним из финальных аккордов республиканской акции «Наши дети». Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Чаширский район. У Гомеля узгадывали историю Украины. Тут пройшли урочистый сход и святочный концерт, присвеченный 100 годзю БССР. Мероприемства наведали наши корреспонденты. 30-го снежня 1918 года у Смоленску пошла работу 6-я конференция организации Российской социал-демократичной рабочей партии пауношно-заходней в области. А 1-го вересня 1919-го обвешана Советская социалистичная республика Беларусия. Это был не простый час. С Гомеля только что сошли немецкая казеровская армия и войск пятлюры. Советская Россия чакает на доходу войсковых частей президента Польши Пилсудского. И на фоне усягу этого мары обсусветной революции. Создание Беларуси на советской основе – это идея лидера Белнацкома, который ходил Червяков и другие наши лидеры Беларусской уже Советской Республики. Это коммунистические секции, которые существовали в Питере, Петрограде, Москве и других городах России, куда входил в это образование, ходил и Желунович. И это было принято решение формировать из лидеров, можно сказать, белорусских, коммунистов белорусских, национал-коммунистов, как это принято считать, да, правительство, в том числе, белорусское. А ведь проблемы были и такого порядка. Значит, Мяснюков, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противносоветской здесь, на территории, когда эта Советская Класть устанавливалась, они несколько иное мнение имели, потому что идея была мировой революцией. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Меж тем, минавитотая, первая Советская Социалистичная Республика Беларуси стала подмурком на Акимпра с некольки десяти годов была створена Сучастная Республика Беларусь. Закладенные в тот час основы державности дозволили поспехово развиваться Сучастному громадству. За сто годов в истории краины были разные периоды. До 1940 года только у Гомеля дзейничала больше, как 260 предприемств, але подчас Великой Айчыны, практически усеяны, были разбураны. Потом наступил период одновления народной господарки и ее розквиту. Хоть ведома Гомельщина не только экономичными поспехами, але и своими уродженцами. Министр замежных справ Советского Союза Андрей Грамыка, керавник Беларуси и первый наместник старшини Совета Министров СССР Кирилл Мазуров, старшиня Гомельского облаканкама, перший секретар Гомельского областного комитета КПБ и старшиня Верховного Совета Беларуси Иван Поляков. Он пользовался доверием Леонидовича Брежнева, поэтому, когда Леонидович уезжал в отпуск, то Иван Евгеньевич Поляков вылетал в Москву и в течение месяца исполнял обязанности председателя Президиума Верховного Совета СССР. То есть, ну, не каждому, так сказать, Брежнева было 15 заместителей, но только Поляков, как правило, исполнял его обязанности. Ну, а что касается, то в момент он за высокий урожай в Минской области удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ну, и поэтому оставил добрый след. У Рашистый Сход гадемахчимость не только узгадать историю Украины, али и подяковать тем, хто унес значный уклад у ее развития. Гоноровые грамоты, памятные медали, подяки. Сегодня Беларусь – самодостатковая нация со своим минулым, сучасным и будущим. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». День мужных. Сегодня сопрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях означают свое профессийное свято. У Гомеля день воротовальника пройшел с размахом. Гостей свято чекала шмат текалага. Выстава пожарно-воротовальной техники, конкурсы, катание на санях и снегоходах – подробязности у наших корреспондентов. Все летний день воротовальника – особливый. Ровно 20 годов тому было створено Министерство по надзвичайных ситуациях. За этот час ведомство пройшло вялече шляху своим разведти. Зараз профессионализм супрацовников и техничное оснащение дозволяют выполнять самое широкое коло задач. Наша служба все профессионально окрепла. Появилась новая техника, оборудование. Мы уже не только специализировались раньше как пожарных на тушение пожаров, но и ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера. Сфера намного расширилась. За 20 лет уже спасено, наверное, не одна тысяча, а то и миллионы материальных ценностей, а самое главное – человеческие жизни. Ведь только одна Гомельская область почти каждый год взялает более тысячи боевых выездов на различного рода чрезвычайные ситуации. У Гомеля день выратовальника отзначили коля в озеро Волотовского. Для гомельчан подрихтовали насыщенную забавляльную программу. Катание на санках, концерт, выстава специальной техники, показальные выступления и конкурсы. Например, можно было побыть на месте выратовальника. Выконовать на вот самое простое практикование у специальной амуниции без подрихтовки складано. На самом деле, даже вот эта форма, когда мне очень тяжело двигаться, я даже не представляю, как пожарники берут этот шланг и несут его, и даже очень тяжело не упасть. А это даже у меня еще штанов нет, это тяжело. Профессийные святы выратовальники Гомельской области сустрелись добрыми покажщиками. Назирается устойливое изнижение колькости пожаров и выпадков гибели на их людей. Профилактика – одна зума у таких поспехов. А тому работу с насильництвом выратовальники проводят навод у свое профессийное свято. Головная мытовая аудитория – вядома ж дети. Максим Савин, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Свято на свежем поветре. Гомельская лыжня 2019 прошла сёння у областным центры. С поборницей примерковали до сусветного дня снегу. Разом с аматорами зимового спорта на лыжи устали и наши корреспонденты. Морозы, солнце, день судовный. Такое пушкинское надворье сёння супроводжало аматоров покататься на лыжах. Трасса была слизкая, але фанатам лыжних это не пирожка джала. Одна зудельниц гонки на Огол недавно народила, а сёння уже вышла на старт. Впечатление замечательное. Зимний праздник – это всегда для нас праздник. Тем более месяц назад у нас родилась прекрасная девочка, поэтому встать на лыжи – это было маленькое достижение. Погода шикарная, на улице тепло, большого минуса нет. Трасса скользковата, но нам это ни по чём. Мы уже немного подготовлены. Не сложно. В любом случае, начинающие могут хорошо проехать, потому что для девушек это один километр. А для тех, кто умеет, это уже показать своё мастерство. Як означали организаторы, такой колькости людей не было уже пять годов. На трассу вышли колядь двух тысяч человек. Многие предприемства и научальные установы выступали целыми командами. Подавали приклад и представники кирующих органов. Параллельно с вип-гонкой проходил и массовый старт. Трассу отлеглостью один альбо два с половой километры переодолвали с лёгкостью и мужчины, и женщины. До речи, в этом году до гонки рыхтовались амаль два тыдни. В переопынках лыжников и их заузятеров чекали кидание валенка, хоккей с вениками и горячая горбата. Сейчас большое внимание уделяется лыжным гонкам, биатлону. Мы стараемся вообще практически еженедельно быть в районах, смотреть, как проходят массовые мероприятия, как население приходит на лыжню, как местные органы готовят лыжные трассы, катки. Поэтому, если даже по времени я сегодня не успею встать на лыжню, я обязательно это сделаю сегодня вечером. Поэтому приходите. Трасса великолепная, трасса освещена совместно с областным управлением МЧС. Мы её вчера очень хорошо подготовили, и даже специалисты говорят, что трасса заслуживает внимания. Поэтому всех гомельчан приглашаю на заречную зону позаниматься лыжным спортом. Вероника Гамсюкова, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Батальон Дорожно-постовой службы Управления ДАИ Управления Унутренных Справ Гомельского Балавоконкама отзначил юбилей. 45 год тому створенный отдел по организации безопасности дорожного руха. Поступово подразделение ширилось рота, потом дивизион, и вот зараз батальон. Поширался штат, изменялась организационная структура. Одноголовная задача заставалась неизменной – безопасность на дорогах Гомеля. Из ее супрационники подразделения справляются. Не редко допомагают и своим коллегам из районных отделов ДАИ. Нам в своей работе, то есть сотрудникам госавтоинспекции, конечно, приходится приспосабливаться и к высоким технологиям, и передовым формам и методам обмениваться опытом со своими коллегами из других областей. Но я хочу сказать, что нам действительно удается это, и мы идем в ногу со временем. И, что касается профилактики безопасности дорожного движения, задачи, возложенные на батальон дорожного патрульного службы, они выполняются. По час урочистого вечера, присвеченного 45-годию створения батальона ДПС, лепшие супрационники подразделения отрымали подяки и узнагороды. 22 автомобили пополнили автопарк Гомельского областного департамента Аховы Министерства внутренних справ Беларуси. Во урочистых обставинах ключи от новых машин отрымали супрационники подразделения из разных районов в области и города Гомеля. Усе автомобили – айчинные в творчестве, закупленные на уластные сродки департамента. При выборе моделей у транспортных сродков повышенные потребования предъявлялись до их техничных характеристик, бо от футкости реагования залежит якость выполнения службовых задач. Автомобили, что сошли с беларусского конвейера, проверены часом. Первое подразделение Министерства внутренних справ, якое закупило для працы машины джильи, минавито департамент Аховы. Автомобили являются эффективным инструментом в борьбе с преступностью, чтобы наши наряды своевременно пребывали на место происшествия и своевременно оказывали нашим гражданам необходимую помощь в трудную минуту. Кожный день у регионе на варце правопарадку коле 50 автомобилей с группами затримания. Они выезжают по сигналах тревоги, сочат за захованием грамадского аппарата, раскрывают и спыняют злочинства и администрационные правопорушения. Новые автомобили дозволят правоохолникам эффективно и оперативно нести службу. Гомельчане могут отправиться в шаровную краину, где все в шоколаде. В музее Гомельского палацово-паркового ансамбля открылась международная выстава, присвеченная мастатству шоколадье. Первой солодкой скульптуры убачила Ганна Коральчук. Рояль, люстерка, фигурки пингвиновый пант, столовые приборы и все с шоколаду. На выставе у Гомеля его выкористовывают не в якости десерту, а как материал для творчества. Организаторы The Art of Chocolate International уже наведали больше за 20 городов света и познайомили с солодким мастатством миллион глядачов. Представленные экспонаты сделали за 4 месяца специально для показа в Беларуси, и на их пошло больше за 2 тонны шоколада. Самый великий объект – двухметровая Эйфельва вежа, 65 килограммов горкого шоколада. Чтобы экспозиция не растаяла, у помешканья потребуется постоянная температура 22-24 градусов тепла. Термин заховывания кожного выруба – каля двух годов. Трясемся над каждым экспонатом, на самом деле это очень сложно. Вы видите, какие у нас мелкие детали, это все непросто, на самом деле. Поэтому хотелось бы, чтобы сохранилось и пожелано подольше. Но у нас есть экспонаты, которые можно трогать, поэтому мы постоянно их пополнять будем, ничего страшного, чтобы люди убедились. Зато я смотрю, у многих скепсис в глазах. Ой, нет, нет, это не шоколад, это что-то, я боюсь, это, наверное, только покрытие. Нет, на самом деле практически все шоколадные изделия целиком сделаны из шоколада. Это где-то облегченный вариант, но в основном это. Майстры выкористовывали больше за 10 разных техник работы с шоколадом. Дякуючи им, вы увидите шоколадных панд, пингвинов и фламинго, белый шоколадный рояль, ядомый обуток, одень и кухонный посад. Все выглядит так привабно и правдоподобно, что тяжко утриматься от жадания попробовать, какой-нибудь арт-объект на густ. Особливо тем, кто вырослел сгулять в шоколадные шахматы эти шашки. До речи, сирот экспонатов есть работа гомельского кондитера Дмитра Антипенко «Морский волк», которая в минулом ходе отримала бронзовую медаль на Кубку света по кондитерским мастатствию Лексимбургу. Темперирование – это одно дело, плюс еще надо тоже, если чуть не доварил, все, оно не застынет. Чуть передержало, но наоборот станет хрупко. Ну, тоже есть всякие свои моменты. Послепить, придумать – это одно дело. Самое главное – довести, чтобы оно не развалилось. У меня два раза был такой несчастный случай, два раза. Привез, был на выставку, все выставил, буквально 15 минут простояло, и она просто развалилась. Как бы было, да, до слез обидно. Ну, что делать? Нет, ничего, уже все. Она упала, все разбилось, уже ничего не сделал. Для оформления выставы выкрыстали специальные 3D-фотостенды. Если делать дымки на их фоне, можно отримать реалистичный эффект присутности объектов у одной просторой с человеком. Организаторы обещают наведывальникам шахматно-шашечные турниры, розыгрыш килограмма натурального шоколада, майстер-классы и многое іншее. Мы будем давать возможность нашим маленьким посетителям, и не только маленьким, попробовать шоколад, безусловно. Мы хотим организовать кубок, скажем так, для всех молодых и не только молодых влюбленных людей, у которых все в шоколаде, для того, чтобы потом преподнести им целый килограмм шоколада. Мы хотим организовать мероприятие и 8 марта, и в День влюбленных. Наведать шоколадную выставу в Гомеле можно до 31-го соковика. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин